приветствую вас уважаемый коллектив подписчики сегодня мы с вами поговорим о самом главном минусе этого автомобиля я долго даже думал записывать этот видосик или не записывать но так или иначе я считаю стоит это рассказать и это видео может быть просто бесценным для тех кто собирается приобретать подобный автомобиль поэтому я бы рекомендовал послушать и посмотреть это видео даже не хлопая глазами не то что не перематывая его речь пойдет о двигателе и поговорим о том чем же отличается toyota camry от toyota camry я не оговорился ребята сейчас я вам расскажу нас ребята это два zfe поперечного расположения с распределенным впрыском такие движки ставились и на тридцатки camry ухи кстати также этот двигатель стоит и на раве четвертом двадцатом кузове и в тридцатом кузове также но суть не об этом а суть пойдет у нас и таком элементе как легкосплавный блок цилиндров он у нас здесь алюминиевый с тонкостенными чугунными гильзами и открытой рубашкой охлаждения так вот самое интересное ребята выявилась у входе уже эксплуатации его главный дефект так сказать этих двигателей серия z он проявился не сразу а оказался более чем критичными массовым процессе эксплуатации этих моторов происходит самопроизвольное разрушение резьбы в блоке цилиндров под болты крепления головки с нарушением герметичности газового стыка утечкой охлаждающей жидкости через прокладку возможным соответственно ребята уже перегревом как следствие нарушением геометрии и так далее и тому подобное общем как вы сами понимаете это целый букет причем владельцы и ремонтники изначально даже не предполагали и не допускали мысли о конструктивном просчете со стороны тойоты и путали причину со следствием полагаю что срыв головок и вытягивание резьбы происходили именно из-за перегрева различной природы тогда как в реальности все было с точностью до наоборот а именно так как я вот только что вам сказал официально проблему эту признали только в 2007 году внимание ребята в 2007 году после некоторой доработки длину резьбы в блоке увеличили с 24 миллиметров до 30 миллиметров в 2007 году в camry 40 увеличили производитель увеличил длину резьбы в блоке а лечить сорванные головки производитель рекомендовал заменой блока цилиндров сборе что естественно никто ну как правило не делает потому что сейчас начали мастырить уже как и придумывать и мастырить как угодно ну а блок цилиндров менять это крайне дорого как вы сами понимаете то есть потянуть он может очень очень ну не космос конечно но существенная стоимость даже по отношению к автомобилю поскольку вне гарантии этот подход оказался неприемлем то на практике наиболее оптимальным оказался вариант ремонта с нарезкой резьбы большего диаметра и установкой в неё резьбовых втулок под болты штатного размера ну также рекомендуется естественно уже не ограничиваться только вырванной резьбой а пройтись по всему но так или иначе ребят это 2007 год а в 2011 уже сами тойотовцы официально рекомендовали специальный ремкомплект серии time cert для установки резьбовых втулок при ремонте не гарантийных автомобилей таким образом модификация блоков с вроде бы небольшим увеличением длины резьбы определенная ну вот с увеличением этой резьбы определенно произвела эффект если срыв головки для автомобилей с 2000 года там 30 кижина ну до этого до которые были движки такие же были на них до 2006 2007 годов был только вопросом времени то для машин уже последующих лет этот дефект стал уже не характерным а именно то есть ну практически да можно сказать что его увели к минимуму убрали поэтому я надеюсь сейчас на этом моменте вы поняли для себя какой год автомобиля вам стоит присматривать если вы хотите взять подобный автомобиль я таскать не хочу ничего здесь более комментировать я думаю что вы сами сделать в состоянии выводы и поняли чем отличается камри 40 от камри 40 ребят если вам видео понравилось ставьте лайки подписывайтесь всем удачи на дорогах всем пока